вон там в том доме я работал там столько много этих статуй вон тот дом красивый этот розовый там прекрасный брельеф не дома прям бомбезный мы как раз сейчас идем правильно сейчас увидим его там как-то называется ангел сидящий или что-то такое это добавляет бомбезный абьянс это прекрасный модерн черт побери мы сейчас зайдем на там одну улицу боковую туда заглянем называется фильм забывает и такое название сложное да вот с той стороны там очень интересный лепнина вот этот флористика вся это в том числе вот определяет стиль модерн во многом конечно было северный модерн это еще такая классика прекрасно великолепный дом великолепный его отреставрировали недавно кстати говоря он был в этих самых лесах в чем он там был непонятно как раз сейчас оттуда посмотрим потом мы можем на улицу белинского зайти по градусов могут здесь сигареты продают кстати говоря зайдем к себе куплю отсюда здрасте а сигаретки продаете так нужна пачка сигарет так тонкая да с кнопкой какой-нибудь да ну чтобы то что мы не курим но покурим сейчас короче с кнопкой да с кнопкой какие-нибудь кент кент если есть вы сдадите кент будем вам признательны да с кнопочкой ты-то на какие фотографии страшные прям как будто с меня печатали мы тоже не в порядке зубы так должен быть к зубному с хоть она не говорит сделай это ту самую просветку зубика я сделал не пошел в зубном титров надо бы сходить может прекрасный повод закурить и сходить все спасибо спасибо за внимание так все времени не было да нет ли как-то времени не было все был чем-то занят вроде не чем а вроде чем-то сейчас мы подойдем это что-то оксана прошу тебя обратить внимание на синий цвет рам это очень важный момент обрати внимание о это что-то это что-то давайте перейдем сейчас туда прекрасная улица жуковского там был храм греческий но коммунисты его снесли и бы там греческий проспект смотрите отсюда вот увидите увижу ангел сидит ангел видишь вот есть кое-что такое же нечто похожее вернее на петроградской на малом проспекте на улице чертся там совершенно иначе вот уже такая лепнина тоже там по бенции с крыльями прекрасно уникально там какая-то видимо под окнами это керамика то ли с росписи то ли хера узнать я не знаю но отреставрировали вообще он кстати был розовый а вот в этом оттенки он прекрасен вот не помню были синие эти самые называть рамы или нет у меня видео записано вот самое смешное у меня зажигалки нету ах ты ведет твой мать пойдем дальше пройдем все таки пройдемся там на улице жиповская у нас ничего не выйдет я думаю магия не возникнет на этой улице а мы сейчас на другую зайдем там возникнуть это растение эркер это какой-то прям напоминает флоренцию такой патинируем в этом красота конечно безусловно однозначно она есть сто процентов чабы фасад закрась красочка укрывной водовым сленочкой до фасадный и все куку еще лет на 50 вспоминай как звали эту патину а это просто интересные растения вот она классицизм греция фактически прекрасно у вас где вы взяли купили что ли вон ну как у нас в школе помнишь о ну вот покрашен дома не покрашены до можно зайти туда сказать там справа отель я помню там тоже видео снимал он здесь везде был да 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 отельчик маленький он кстати недорогой ох какой брендмауэр мать честная это уже прорубили окна что ли хера знает прекрасно прекрасно я дома как хорошо здесь боже мой прекрасные места да 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 хорошо курочка жареная а курочка без риса деньги на ветер без бузлён . хорош только только кондиционер может мне упасть вон тот сундучок ни хрена себе да ну чтож туя засохли две туи прекрасно прекрасно сейчас самое главное сделать мощные глотки чтобы сразу полегчало на душе это тяжело пока ехал сюда что-то я не знаю потерял нить с реальностью как раз камера да 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 на задницу набить чем можно потом еще чем купим не переживайте мнение на камеру мы не будем очень хорошего то что значит вову уже будет смотреть ах ты ептай а он видит как аксану из горлата пьет даже вообще а вову не видел что ли да конечно много я прогноз смотрел всю неделю будет дождь по тепло будет вон там на этом самом нас стоит тетя мути на балконе там направо нет даже что-то не на этот двор не этот двор следующий ману 1 попавшийся завернул все покрашено теперь ничего не узнаешь что-то все замазали все а тоже вам храм какой да на углу стоит выкат католически как будто бы они наоборот не скользкие под балконом вас смотрите никакого указателя нет ни вообще на куда куда мы идем ночью поражаюсь здесь днем еще никогда не было время ночью был по ночам болтался здесь на вели надпись нам точно известно что и аган бах никогда не жил в этих домах но вы ничего не знаете о тех кто живет здесь сейчас еще старый этот самый холодильник как деревянный этот ящик еще старый висит прекрасно ну и рама в общем-то старая замечательно место для курения кулькин но не здесь Кто-то заворочился, ведро с краской взял, написал, курить? Я так всегда хотел с тобой покурить, кстати, всю жизнь, сколько хожу, закурил бы. Ведерко на 15 литров, блин. Вот туда мы сейчас зайдем, Искариота, что здесь такое? Значит, по повести Леонида Андреева, режиссер Роман Муромцев, художник Екатерина Гофмана. Что здесь написано? Ничто иное, как радость, в кавычках, премьера, танцевальный перформанс Маша Яшникова, твою мать, Ткаченко, Ксюша Земского, Берткольт-центр, желтая лестница, хер выговоришь. Кроличная нора. Кроличная нора. Кроличная нора. Кроличная нора. Знаешь, что такое нора? Утопист. А тех, кто умер, за наше счастье. Мать её за ногу. О, Икс, Ирс. О, Хирс. Что-то хер, утопист. Береги природу, тебе хохуля. Хохули, что-то бордель убивает. Батины железки, любимая музыка. Зачем? Когда пришло уведомление о зарплате? Ещё не понял я. А, это он улыбается? Нетипичная надпись. Нетипичная надпись. Типа по работе, да? Это нетипичная. Молодцы. Не хотите пиццы съесть, а? Почему, нет? Оксана, пицца не хочешь съесть? Одну на всех возьмём сейчас. О, молодец. Я вспоминаю тебя, когда пиццу мы хотели съесть на заливе. А только сейчас заметил, что морда там лежит. Я думал, это просто какая-то хрень. Только сейчас, автоматизм всё время был, я не видел. А здесь была... Здесь магазин был. Ну, сверху какая-то. Здесь был магазин, но такой вот, в специфике какой-то там индуистка. Ни хер его знает, что. В общем, музыка где-то играет. А где-то где-то играет. Да, да, да. Да, да, конечно. Здесь вообще синема. А, здесь деревья зелёные. Зелёные лампочки. Надпись. Мне и ещё, и ещё, и ещё. Тебе. Ладно, будет Вова смотреть, не будем выражаться. Как говорится. Мне и ещё, и ещё, и ещё. Мне и ещё, и ещё, и ещё тебе. Кстати говоря, два этажа. И там винтовая лестница. Пойдёмте. О, люди чего-то едят уже. Молодцы какие. Это... А, они с шести. Натуральное вино с часу. В воскресенье с часу. Вы уже чего-то видите? Уже едят что-то. Здравствуйте. Молодцы. Пойдёмте сюда. Здравствуйте. Заказать у нас присядем? Да нет, наверное, присядем. Слушайте, мы хотели бы пиццу заказать. Занято с тобой. Нет, занято всё, да? Нет, я просто... А, нет-нет-нет. Мы мимо шли. Это первый раз в жизни. Хотя бы днём, думаю, заглянем. Хоть что-то увидим. Всё время в полумраке каком-то. Вот. Смотрите, дверь находится... Лестница находится слева от заведения. Поднимайтесь наверх, и я вас встречу. Я однажды там у вас ходил. Я ничего не намекаю, но я говорю, я там был. Можете посмотреть, как это сейчас всё выведем? А можно? Нет. Я говорю, три назад был. Найдите вот сюда вот. Не-не, посмотреть, безусловно. Только посмотреть. Не более того. Она всё стоит просто. Стоит на месте. Большая расширенная кухня. Насыпится и паста теперь, и закуски, и супы. И эта лестница только служебная. То есть только для нас. А вот я там был. Мне приятно. Не скрою. Какая-то шельмочка видна была, да? Скорее всего. Не помню я. Но мне один сказал, что лестница кованая была. Она не кованая. Но она как металл. Не-не, это не из металла. Я фантазировал себе, когда вспоминал об этом. Понимаете? Слушайте, вы знаете, мы хотели пиццу, но, так сказать, на зубок, что называется. Какая-то есть, ну, небольшого размера, что называется. И мы на троих её съедим. Вы не будете заражать, если мы так закажем? Конечно. Конечно, нет. Ну, можно. Давайте вам скажу полное видео. Да, слушайте, я не разбираюсь. И мне это, честно говоря, китайская грамота. Просто здесь сокращенный формат. Я предлагаю. Ну, дайте чего-нибудь. С мясом, без мяса. Посмотрите на неё, она с мясом будет. О, какая. Крепенькая. Говядина или свинина? Свинина, конечно. Не буду говорить опять, посмотрите на неё. Так, пицца. Вот, если со свининой, то это одна-единственная пицца. Острая с колбаской. Да. А, Серёга, тебе острое можно? Наверное, не очень. Мы можем сделать всё не острое. И соус, который делает острое на кодеколку на столик ставится. Не-не-не, острое. Тебе можно острое, Серёга? Нет, нет. Тогда лучше. Ну-ка, идите, вы определитесь. С колбаской они не острые будут, всё нормально. Пицца будет не острой, если я просто напишу ребятам, чтобы они сделали не острое. Ну. Сан Чичан, она, наверное, очень, там, пикантная. Да? Там даже не острое. Ага. Ну, не возражайте, давайте это по пицце тяпнем. И... Я не знаю, что сказать. Ну, ладно. Пиццу. Сейчас. А давайте я пока отправлю её готовить. Да, отправьте, пожалуйста. А я сейчас мы ещё... Да? Я вам сейчас спрошу. На каждом столике есть QR-кодик. Вы его сканируете, и там все напитки у нас нет. Ага. Ну, и ладно. Ну, ладно. Хорошо. Всё. Спасибо. Да мы пошли наверх, да? Да. Спасибо. Ну, что-то надо хотя бы так. Это... Для красоты, как говорится. Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Смотришь, какая штука! Да, я по той лестнице заходил раньше. Сейчас эту сторону единственную, которую я забронировал. Там ненадолго, да. Ну, для кучки можно. Здесь будет немножко неудобнее, чем здесь. Хорошо. Спасибо. Да, да, да. Спасибо вам. Ой, я столько... Наконец-то я. Вот, собственно, верх надежды можно оставить вон там. Ага. Можно сбить, и переходить на столике, чтобы отсканировать, посмотреть наш напитки. У тебя есть отсканирование, Аси, это... Вот, Оксана. Я не знаю. Нет. У тебя телефон-то есть у тебя? Телефон есть. Ага. А, вот здесь можно повесить, я понял. Хорошо. Я читал, что считается здесь самая вкусная пицца. Я разу не пробовал, но я хочу попробовать. Множество вещей, они естественные, они совершенно не безобразные. Вот обратите внимание. Прекрасный месье. Ну, на фоне свечки, кстати, это смотри как. А-а-а, амбьянс. Монах, свечи. Не хватает того самого крестика, но эта самая штучка почти как ряса. Ну, или как называть, тем более, как кольчушка. Так вот, я что хотел сказать. Вот обратите внимание, это бета-пицца. Вот я всю жизнь думал, вот когда приносят эти ящички замечательные. Смотрите, это что? Это топатио, блять, что это такое? Ну ладно, не важно. Это перец. Дальше. Вот это что за жижа? Что это за анализ? Это масло. Правильно? Да. И вот это, я не знаю, что это такое. Я не знаю. Кто это? Сольный соус. Вот. Отсюда вопрос у меня рождается, так сказать, и просит выхода наружу. Для чего это все принесли? Какие будут версии? Ну, для чего же принесли это? Ну, ложку нам не дали, вилку не дали. Ибо они не нужны. Отсюда вывод. Они нужны. Значит, надо полить. Я что хотел сказать? Нет, во Франции однажды мне тоже этого говна вынесли, а я там вообще не воспользовался. Были морепродукты. Я их ем. Ну, как пробую, не ем. Громко сказано, что я их ем. Дерьмо дерьмищенское, между нами говоря. Блин, невкусно совершенно. А потом, спустя годы. А я начал мне лебедить. Так пей. Да я ж шучу, это... Как говорится. Толик сейчас заснял. Вот надо, блин, сказать, что Толик что-то заснял, блин. Будешь? Нет, сейчас нет. Тем более, если не буду, пока камера не уберется. Смотри, какая хитренькая. Даже не то, что хитренькая, это деликатно сказано. Сейчас уберем, подожди. Сейчас я эту возьму, полью. Нет, ну я хочу сказать, что для чего это же выносится? Всегда у меня была загадка. А для чего это все выносится? Ну, палить. Ну, допустим, я палил. Дальше что должно произойти-то? Я не могу понять. Но только одно. Мне даже не вкусно. Иначе смысл всего происходящего... Глотов, пау... Ну, ладно. Ну, ладно. Ухо. Я тоже... Надпись вам, Каморра. да и кривой ножичек я предупреждал кстати это уже забыл крайне говоря я и забыл да я вообще забыл ну да этих сигарет только надо найти лишь покупал вроде куда я мог их положить чертю знает ну так и дети куда идут-то не было в музей и хер ли там делать детям-то меньше всего в детстве хочется на камешком смотреть херню какую-то разглядывать вот это я не знал конечно и водки мне кажется наканет на к новогвардейском бульваре там он другое может это он это припоминаем еще не смотрел на уже выпила когда мы сейчас это самое закрепим увиденное сейчас еще в одном месте чко Зайдем, вам можно кофейку тяпнуть. Смотри, какой балкончик. Да, балкончик неплохой. Балкончик создан для большой сигары и небольшой кружечки кофе. Я бы еще кое-что добавил, да Вова будет смотреть, не только. А добавить очень хочется еще кое-чего. Ох, как хочется, не представляете. Вова посмотрит и что скажет он, Вова. Помаши маме ручки, только одно могу сказать. Вот кулинариер. Осталось только здесь кофе пить еще. Больше заняться нечем нам. Ужас. Кстати говоря, в таких местах я кофе-то и покупаю, по сути дела. Он дешевый. Посмотрите, какая это сам патина. Да еще на солнце. Фактура, цвета. Вот это да. Вон тот дом очень интересный. Там сплошные скульптуры. И все, тетки с сиськами главным делом. А это в нашем деле важная составляющая жизни. Прекрасно, да? Вот как ты поймешь, лето сейчас или не лето, да? Глядя на фасад. Да. А ты догадаешься. А, прекрасно. Магазинчик какой-то займем. Ты не думай. Нет, покупать ничего не будем. Мы же не идиоты. Просто посмотрим. Вот этот дом интересный. От одной улицы до другой. Там небольшой такой промежуток, но тем не менее. Смотри, какие скульптуры сдвоенные, да? Там две барышни, там две барышни. И балкончик неплохой. И эркер. Богатый, роскошный. Аристократический. Дворец, фактически. Что там скромничать? Дворец. И по всему фасаду. Я не уделю себя, там дворы такие же. Так, Некрасова. Вот Жуковского и Некрасова две такие красивые улицы. Это западные дома. Да, да, да. Они никому не принадлежали лично, наверное. Вот вся улица натыкана вот этими домами. Вон там дальше, если посмотреть бомбы. А там на втором этаже церковь есть. А-а-а, прибыльное дело. Да, да, да. Построил бы, да? Да. 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 Да, да, да. Нападал, да. Ну, мы сейчас дойдем до Киричина. Вот. И по Киричину налетей. Там Литейный виден уже в том углу. Ну, вот. Дойдем до Литейного. И пойдем как бы к Невскому проспекту. Так, подожди. Улица Некрасова. Ну, прошли, что ли? Блядь. Дворик. Прошли, с улицами. Сейчас я... По-моему, прошли. Сейчас. Может быть, я ошибаюсь, но если ошибся, значит, еще подождем светофор. Он на углу Некрасова. А это Некрасова. Оксана, если ты мне скажешь, что тебе здесь не нравится, я обижусь на тебя. Здравия, что ли? Что? Ну, только начало. Нас ждет прекрасное продолжение. Волнительное. Ну, лё-лю-лю-лю-лю-лю. Ты хочешь куда-то попасть? Горный институт, что ли? Камушки разглядывать. Ну, как он страшный. Это что? В нем все скрыто. Вся суть Петербурга. Он говорит, страшный двор. Ну, как так можно сказать? Ты тут буквально недавно был. Вы видите. Ах. Без нас ходил. А что же я? Маленькая скотина всегда ходит одна. А как ты думала? Без милей. Без милей. Без милей. Без милей. Быть там. Быть таким, как все с детства не умел. Подумай над этой фразой. А, ну, может, и надо подумать, кстати, фразой. Я возражать не стану. Вот. Плыве лист волонтера. Волонтер. Тебе какая больше физиономия нравится? Нижняя или верстняя? Говори честно, ничего не бойся. Тебе ничего не будет за это. Нет? Да. Яхняя, конечно. Почему? Ну, это мое мнение. Нет, просто интересно. Раскройте тему, мазань. Нет, не буду с этим. А я бы раскрыл. Но опять живого будет смотреть. Не могу. Стаканчик. 15% скидка на розлив с собой, так сказать. Но мы... Это мимо кассы. Нам это не грозит. Ну, что вы, блин. Конечно, здесь. Ну, что же я? Здрасте. Ой, нет, не здесь. Я ошибся, извините. Это другом месте. Не туда зашли? Я помню, там с крыши капало. По-моему, здесь капает с крыши. Протечка небольшая. Ну да. Ну, по-моему, другое может быть. Здесь слишком как-то музыка такая активная. Или такой. Туалет не работает. Ладно, пойдемте в другое место. Какая здесь музыка не подходит. Ну, кстати говоря, это самое печка открытая. Тоже что-то готовят. Граждане. Ну, ладно. Фактически неходячий же он. В каком-то смысле слова. Это винный бар. Прочный. Какой интересный вопросец. Друзья. Это полная какая-то для курилка, е-мое. Вот по курилке. Ну, там столики какие-то. Там сколько летняя, что ли, какой-то? Ну, наверное, да. Вполне может быть. Называется флигель место. Да. Ну, ладно, пойдемте. Я бы химиратурс. Идем. Да. Ох уж, это солнышко. Да. Так, значит, тебе понравилась вот эта вот подмуазель. Урсуляк. Лилия Марго Адаева. Ну, у нее просто морда кол... Морда просто более колхозная. Вот и все. Видишь, какой-то... Пятачок я подрисовал бы ей. И все. О, Нина Чайка. О, ля-ля, бомбео. Посмотри, какое лицо, парящие волосы, все. Морда сколько обещает мужскому населению. Уф. Любовь стоит того, чтобы жить. Интересно. Знаешь, что мне нравится, Оксана, вот в этом вот месте? Я тебе не могу честно все сказать, но это будет не совсем точно. Вот контраст, обрати внимание, солнце, оно рожает максимально яркую эмоцию. Вот солнце. И оно рождает сразу же какие-то воспоминания, отсылающие нас к этому, то, что увиденному раньше. Это детство, солнце первый раз мы увидели, понимаешь, какие-то каникулы, понимаешь, это летние каникулы, да, и все такое. А по бокам это, так сказать, наш быт, скажем так, обыденность, то, где мы уже... Петроградская страна, да, все сейчас обшарпанное, все. Это прекрасно. Фишка в контрасте, ты пойми. Рождается ассоциация на голое место. Это не голое место, и дарит твою мать. Это жизнь наша. Голое место, говорит. Все слышали? Голое место. Какое-то голое место. Дело в том, что в нашей жизни больше мы ничего не видим, понимаешь. Если ты час, то сказать, ну, съездим на юг. Это все не то. Должна быть драматургия какая-то, понимаешь. Вот, понимаешь, недосказанность там, то, 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 понимаешь. Кто там был? Я не знаю. Кто там был? Я не знаю. Кто там был? Тихо. 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 Такой гастронок-фанте. Не, зайдем, зайдем. Дай-дем. Серега поржать немножко. Давайте зайдем. Он смешной. Все время захожу сюда. Я знаю, почему мне весело здесь. Ну-ка, такой вычеркный такой все. Такое усиление. Ну, не знаю, ну, как-то смешно. Не знаю почему, но... Здрасте. А, туда никогда не заходило. Где мясо? Ну-ка, говядинку, посмотри. Учится. Здравствуйте. 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 Можно, наверное, на улице? Здравствуйте. Звучит музыка, сья Яковлевская музей Миногутбол-деленicy Смоленск. Наполеон под Смоленском, там что-то горе наш жил, там немцы в Смоленске, а теперь нам предлагают, ожирилась, подойди поближе, это тебе не горный институт, бояться нечего здесь, камнем не зашиб, да нафиг, тем более Смоленское. С чем его есть? Надо хлебушек черный. Не, ну пойдем, мы зашли, посмотрели, все, достаточно, я не знаю, Петчагин, видели такой майонез с таким названием, Петчагин, я первый раз вижу. А где Рогачев, что Рогачев? А вот я тебе хочу, знаешь, что сказать по поводу Рогачева, где она Рогачева? Ага, любезная Оксана, маслом покупает Рогачев в светофоре, дальше надо продолжить? Нет, хорошее, избыточное. Ну оно мне показалось раньше хорошее, сейчас я его второй день уже ем, это масло, и плюс говно такое конченное, где гарантирует, что оно хорошее? Это какое, это плюное масло или... Нет, не простое, брикет, а ты думаешь, они одно говно, другое не говно делают, они все говно делают, кто что? Нет, нет, другое, нет, ну в таком брикете квадратном. Хер знает зачем мы сюда зашли, но я каждый раз сюда захожу, зачем, блин, я не понимаю, масло, я туда не доходил никогда, я такую морду сломал и уже высовывал обратно. Так, подожди, а мы... А почему церковь? А не туда ли нам идти? Нам туда. Видите, там, кстати, на втором этаже церковь, Оксана, обрати внимание, византийская церковь, давайте пройдем, пройдем, побежали. Может быть, она открыта будет, мне не нравится церковь в изантийском стиле, может быть, она открыта будет, подожди, Оксан, тебе понравится. На втором этаже, кстати говоря, я там был однажды только, сейчас ты туда попадешь и все поймешь. Здесь там открыта. Голова кругом, а что делать? Заранее уже столько намолили, посетили. Ой, да в Европе владелось. Убей кого-то и все грехи отпустили. Да, вы уже отпустили заранее, они все отпущены. Если открыто будет, я туда несколько раз пытался попасть, один раз там был. Вот, если открыто попадем, о-ля-ля, дом на весь квартал, да, и переходит тоже красиво, а там уже греческий проспект идет дальше, там как эта улица промежуточная, но неважно, я не знаю, как она называется. О-ля-ля, на втором этаже, только несколько церквей есть, двухэтажных в Петербурге. Видишь, и не посмотреть ее орнамент, надо на ту сторону переходить. Смотрите, пилотки. Открыто. Там надо не пройти, так я понял. Не, не пройти, надо туда. А почему? Ход по благословению. А что это значит? А, я там был. Ну ладно, пойдемте. Не, не in prayer. Там, например, там было нуchem, там Besinals. Там надо, блин, там небес. Там, 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 там... Коп NY, Продолжение следует... 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 Да... Продолжение следует... 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 этот район потемкинские деревни то что весь улица потемкина она безумно красивая и там практически все улицы прекрасны но это не каморра а нам нужна только каморра там красиво но мы туда не пойдем так улица восстания сельвупле какая улица восстания там невский проспект ну посмотрите ну и туда вы смотрите оксана этого недостаточно вы бросили взгляд не посмотрели вот чернышевская на ремонте станция метро чернышевская вон она вот она чернышевская на ремонте падла кстати говоря здесь я вилка бабку вяжут повязали бабку с плакатом нет войне лет 80 было а то и 90 до повязали повязали это было года два назад у деликатно вежливо но повязали идем на красный свет светофора осмысленно и осознанно нарушаем голубей кормят на и деле там бы час дворик нам покурим и не только не к его и будет сказано да не при нем будет сказано мы покурим там но еще хочется сделаем часто так я хаммеру выключу да уже у него руки-то не те ох какой оркера великолепно так художник шлепать будет шлепает худышек молодец мы фотографируем ну надежда есть ну просто зайдем так сказать окунуться вот этот звук он очень важен между прочим ну просто дворик такой некий да еще раздельный мусор собирает так это это не тот двор ну ладно армейский магазин и даже туда загибись ну то не пойдем конечно нет курим в другом месте не тот двор хочешь может в армейский магазин ну пойдемте что володь как полный рост какие балконы тоже да во двор кстати говоря да 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 причем это второй этаж он весь с решетками они боятся и ибо им есть что скрыть от нас а там он да да в верхний этаж там вообще без козырька но даже такой часть только для скрытая господи даже не сам люди живут обалдеть можно просто обалдеть даже не представить это удивительно не знаю но а а а и и и и Нарядно всегда выглядит, да, вот эта кулинария, выпечка, вот эта вот подсветка такая, желтая, цвета французского шампанское, понимаешь? Так и кажется, там какие-то проститутки сидят в шоколадных ваннах. О-о-о! Сейчас, буквально ненадолго. Не могу я в него пройти, уж извини, Оксан, ничего не могу с собой поделать. Мы в тот двор не пойдем, просто здесь. О-о-о! О-о-о! Какая патина! О-ля-ля! Как темно здесь, хорошо! Вишь, вечно свет горит. А, кстати, да-да-да, да. Там парадная, да? О-о-о! 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 Две квартиры. Квартира Чинкванта и Чинквантуно. О-о-о! О-о-о! Две квартиры. И ты поднимаешься, и хрен его знает. То ли у тебя пятиэтажная квартира, то ли на каком-то этаже ты занимаешь какую-то квартиру. Я не понимаю. Две квартиры. Замок оторван, ибо никто не хочет платить за него. Две квартиры. Да, интересно. А вон там что-то такое, да? Посмотрите. Вот какие-то фонарики, что-то еще. То ли там магазин, то ли что-то так. Это панельки присобачивают. Опять же лесенка идет. Простой вопрос, куда она ведет? Какой-то потайной другой мир, куда нам не суждено попасть. Я не знаю, это ресторан там или что там. Люстра, кстати, интересно, вытянутая. Да может ресторан, кстати, я не знаю. Вот оно. Какая лепка. Интересно, вот эти панели какие-то, к чему это? Что это за панели? Вот это вот. Я не понимаю. А, это полотенцесушитель. А, это полотенцесушитель. А, это полотенцесушитель. А, радиаторы. Да, студия и радиаторы. Как надо, вот, для студии. Здесь, наверное, вход. Ну ладно, так сказать. Интересно, да. Слушайте, это металл. Я думал, это дерево, это металл. А, ни хрена себе радиаторы. Живут же люди с такими радиаторами, а? На даче такие стоят. Да. На даче, епты. Дача должна быть в Репино где-нибудь. Это в Терриоке, епты. Хорошие радиаторы. Вот это радиаторы, я понимаю. Если бы у меня в детстве были такие радиаторы, я бы вырос другим человеком совершенно. Прекрасные радиаторы. Ну, главное, магазин не пройти, который я хочу зайти. Радиаторы-то хер с ними. Уже дело не поправишь, мы уже выросли. Нам радиаторы не помогут. Сейчас. Вон, там кто-то трется на балконе, да? Пассажир какой-то вышел. Это он лысый больно уж. Уж больно лысый. И дом какой-то больный. Бетонный, стрёмный. Здесь, кстати, консульство было финское раньше. Сюда, ну, там дальше. Ходили туда за визами. Помнится дело. За визами и за сбывшимися мечтами. Все мечты сбылись. Это улица Маяковского. Пекарня Пуд Хлеба. Обычно там хлебник, там пуебник. А здесь Пуд Хлеба конкретно. А, серьезно? А, ну, это какая-то такая игра, скажем так, на грани фола. Я бы так сказал. Тут как дело повернется, понимаешь? Сегодня 16.38, а завтра 16.38 срок может прилететь. За такие надписи хер его знает. А там доказывают, что я не то имел в виду. А там приходят люди, и я хлеб, и корки на пол бросают. Как это вообще консульство? Понимаешь? Куда это годится? Он тот дом, если он понимает, Москву некой, да? Как будто бы такой, ну, шпиль, не шпиль, ну, я не знаю, как это назвать даже. Черт его знает. Там, там дворец жены этого самого Кравыш там. У нас или дочки, или жены, хер его знает. Забыли. Так, это не тот магазин, блядь. Сейчас я быстро морду суну туда. Сейчас, секунду. А, это бестро, что ли? А, это бестро. Ну, нахуй, бестро, блядь. Нет, там бестро, это не магазин. Я потом только прочитал. Да, да, я смотрю. Привлекла, падла, меня. Вывеска-то, а? Она сделала свое дело. Хватит вывеска. Я заглянул, мне уже аппетит отбило. Даже воды выпить отбило аппетит. Какой-то такой дизайн специфический. Козок, азиан, гид. Азия нам нужна. У них Новый год. Пусть себе спокойно празднуют без нас. Пьер Карден. Прекрасно. А вот, Оксана, храм сгоревший. Давайте жало сунем. Вот он, вот он. Вот из кинька такой. А вдруг подпихнем? Кое-кого. Не будем говорить кого. И прорвемся. Это, конечно, не удастся нам, но... Нет. Я тебе об этом говорил-то. Сгоревший. Ну, здесь это выставка, зараза. Здравствуйте. Выставка у вас? Да, сейчас у нас проходит выставка отъезда. Никак не прорваться, да? Никак не прорваться. Сколько раз приходили? А билеты 800 рублей стоят? Да, я знаю. Не наши методы? У нас только бесплатный ход на богослужения и другие духовные мероприятия. Это в середу в 7 вечера и в воскресенье в 11. Эти туристы приехали, хотел показать, понимаете, из Израиля. И таким трудом попали в город и все время закрыты. Хотел так это продемонстрировать. Мы здесь кино смотрели. Мистер Питкин в «Тву врага». Ну, в 80-е годы. Да, когда здесь документы. Да, да, да. И вот никак не прорваться, да? Только за денежки. Да, только по билетикам. Ну, ладно, спасибо. Слушайте, а другой день какой-то может быть? Ну, только в среду в 7 вечера и в воскресенье в 11. Утро? Да. А, ну да, сегодня воскресенье. Ну, ладно, спасибо большое. Да не за что. Спасибо. Если ты пытаешь какую-то другую травму церковь, есть красивая, на вашей конюшине, с той Марии, на шутерный собор. Туда вход. Ага, спасибо. Спасибо. Опа. Ой, извините. Ради бога. Ну что, граждане из Израиля? Блин, отхапало, блядь. Нахапало. А все, они прикольные. Блин, как жалко. В 11-е годы свободно. Плажите, если у меня богослужение было на немецком языке. Ты по-немецки что-нибудь говоришь или нет? Ну, опять мимо косыхи, твою мать. Да, Венчик. Ну, бытотвориться было. Ты байку давай. Нет, нет, сейчас мы в двор зайдем. Оксана, привет тебе потерпеть. Хотя ты не куришь, но все равно. Может быть, ты наслаждаешься увиденным. Это, кстати, школа. Вот здесь, вот эта школа. Вот эта школа. Ну, сейчас лицей называется. И люди бегали оттуда, вот сюда, в кинотеатр. Хочется верить в это. Но бегали, не бегали, хер их знает. Ну, видео мы видели, как ты там снимал, Талянчик. Ах, вы видели все. Нет, 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 там подвалы замечательные. Самиды-то там не были, ведь это видели. Да они совсем выставить достали уже, бабки зарабатывают. Раньше так не было. Ну, как не придешь, выставка. Я там третий раз прихожу, все время выставка. Ну, сколько можно, ну, что такое. Ну, дайте, понимаешь, что там освоится как следует. Ну, посмотри что-то. О! Это порожек с сердечком. Оксан, можешь подергать открыто-закрыто? А я тебя сниму. Ха, ты смотри, какая хитренькая. Ну, ну-ка. И улыбнись, главное. Ай, молодец, закрыто. Как говорится, на ключ не ломай дверь. Да, ну ладно. Вот здесь, это магазин. И там дворик. Там мы, как говорится, сделаем свое грязное дело. Ну, не грязное. Мутное, дымное дело, да. Танцы. Это если бы Оксана станцевала, а пока мы курили бы, ищурить от дыма табачного. Тут было бы дело. Придирчиво. Еще к тому же. А это должен был стимул. Лучше танцевать. Придирочки. Магазин, по ходу дела, все, жжег. Мне кажется, вот это магазин должен быть. Последняя надежда. Вот на это здание, вот на эту дверь. С правой стороны. Название. Питерское притяжение. Оксана. Я надеюсь, у тебя сердце все-таки не камень. Последняя надежда у меня осталась. Сейчас мы зайдем проверим тебя. Обрати внимание на интерьер. На интерьер. Я дверь даже открою. Заходи, Оксана. И Серега. Здравствуйте. Можно к вам или не очень? Год назад мы у вас были. Такие шоколадки вкусные оказались у вас. Да, да, хорошие. А вы пробовали сами их? Конечно. А, проверочка маленькая была. Все время их едите? Конечно. Вот счастливые люди. Да? Да. Я позавидовал. Годный шоколадок, фьюгу, лимон такой, макуя. Они безлактозные, они подороже чуть-чуть. Безлактозные едят. А что, безлактозные вкуснее, что ли? Ну, для тех, кто... А, для долбокномиков. Да, ну их баня. У них еще раз подарили, наверное, шоколадки. Да? Вот эти туристы приехали из Израиля. Я сразу сюда их. Хотел чайком? Да. В церковь не попали, в ветеранскую, закрыто было. Почему? А там выставка проходит, там какая-то экспозиция у них. 800 рублей вход. Они мне говорят, 10 евро, месье. Я говорю, ну что у вас деньги? Вы же евреи, богатые. Ну, деньги считают, сволочи. Они не понимают нифига, поэтому... Так. Ну, как не пойдешь, я третий раз уже... Да, 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 да. Мы там в детстве фильмах 80-х смотрели. Мистер Питкин в «Туло врага», там, в больнице и так далее. Ну, я сейчас... Ой, вели себя там некрасиво. Я не знал, что это церковь, честно говоря. Мы однажды пошли в кино и взяли с собой еду туда. А, конечно, да. Да, и мы смотрели кино и ели еду. Потом уже в кинотеатрах стали продавать попкорн. Тогда не продавали. Я думал, что-то хорошо, ешь и кино смотришь, а потом, оказывается, вот в этом «Спартаке». А, это «Спартак» одно и то же. А, да? Ну, «Спартак» назывался. Да? Ну, и хорошо. Сейчас там тоже неплохо. Я помню, когда ты назад гуляла, там вообще все разрушено какое-то было. Вообще, заходишь, гуляешь, уходишь, вообще там ничего не было. А, серьезно? Да. А, я не знал. А сейчас там туда не зайти, концерты, концерты, концерты. Да, да, да. Даже не зайти просто посмотреть. Я в зал попал, потом, мать честная, я же в этом зале сидел, там в зал он комбасался. Там такой еще, знаете, как сказать, не портьера, как правильно сказать, ну, занавес у зала, такая еще старая, такая рваная висит. Сейчас? Да, до сих пор, такая, знаете, рваная. Ну, там, конечно, красиво, смотришь, там подсветка, конечно, красивая, там такие какие-то звезды, все такое висят. Ну, как не пойдешь, там все время у них это богослужение, ой, не богослужение, а высовка, смысл. Да, да, да. А что, это не дешево стоит? Не дешево, я говорю, 800 рублей, ну, было бы до рублей 200, черт с ним, я, извиняюсь, сходил бы. А так, что-то вроде накладное, потому что туда 800, сюда 800, нас целыми днями там… А это Штиглиц очень много, ну, там тоже Штиглиц, в музее Штиглица очень красивый, очень. А это у нее Академия Штиглица? Академия. А, что-то мы туда пойдем, спасибо вам. Там очень красиво, я не знаю, сколько там стоят, мы брали с экскурсии, что-то по Гуглице, но там очень красиво. А, надо спросить, сейчас мы туда пойдем, точно. И с Побелинского и там, это Гуглицкая называется, там, там, параллельно этой Махауи, по-моему, да ведь? Забыл бы называть по улице. А-а-а-а-а-а. Гуглицкая, нет? Что-то не Гуглицкая, но вертится. У меня тоже влияет. Ну, мы поняли друг друга. Да. Да, мы тут восходят, спасибо вам большое. Сейчас я поведу этих товарищей. Оксана, ты хоть по-русски не говоришь, он тебе нравится здесь? Ну, слава Богу. Я сегодня видел, кстати говоря, нет, это, кстати, сегодня было поставить фортепьяно в торговом центре галереи, там все лабами, я видео записывал. Некоторые приятно играют. Я бы мог играть, я бы тоже чем-то сыграл. Красная стена. Тебе нравится этот интерьер? Камни, выкраска такая, там другая, да, но у них что-то мало народу, конечно. Вот это интересно, вот эта вещь умирает настоящее. Вот в этом дворе мы сейчас зайдем сюда. В чем прикол? То есть мы сейчас смотрим этот двор как бы изнутри, да? И сейчас мы туда зайдем, как говорится, выпьем и закурим. Вот эта вещь. Да. А у тебя будет эффект, что мы только что здесь были. Понимаешь? А теперь мы смотрим на то же самое с другой стороны, как бы. И мы думаем, а каково там внутри? А мы знаем каково, потому что мы сейчас здесь находимся. Меликолепно. Здесь тоже можно кофе на самом деле попросить, чтобы они приготовили. Давайте здесь кофе выпьем, а? Это здесь? Да. Сейчас я спрошу. Да, 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 да. Какой. Извините, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. А можно вас кофе выпить? Вы же готовитесь кофе? Да. Сколько стоит? Ну у нас бесплатно. Не, не, ну заплатим, ну как бесплатно? Не, ну тогда мы не будем пить. Ну что, ну как бесплатно? У нас есть такой, ну как не, могу просто налить кофе? Не, ну так, ну я не могу так, я не могу переступить. Ну я должен заплатить что-то вот. Черт, у меня карточка только. А у нас есть бесплатная тоже. Да, блин. Какой хотите, но у нас есть такой услуги, я не могу его оправить. Могу просто налить кофе. Налите, пожалуйста, чашечку. Одну? Три. Если это, я не знаю, это нормально? Да, да. С молоком или без? О господи, без молока. Вы подешнику бы. Без молока. Все, только будем экономить на всем сейчас. О господи. Ну я не виноват. Ну... Черт возьми, я ничего не могу с тобой поделать. Телевизор посмотрел. Лучше. Смотри какой телевизор себе поставил. Это телевизор? Ё-моё. Ну да блин, я тебе переведу на карточку. Да не надо. Да надо, надо, надо. Ты что? Да блин, неудобно надо что-то дать. Ну, черт побери. Ну не считайте, давайте все. Ну что, кофе здесь попить, это прекрасно. Добьемся звания отделения высокой культуры производства, чтобы я так жил. Какая девушка здесь работала год назад, прекрасная. Тёмненькие волосы были. Тёмненькие волосы были. Уж извините, я имя не знал, я не знакомился с ней. А, прекрасная. Анда Кашекова там все рассказала, мы покупали в прошлый раз. А этих не разве нет? Сейчас спросим у меня коллеги. Вот, ну не эта тёмненькая, другая. Я думала. Ну, в смысле, да. У нас есть тёмненькая? Она, у нее дочь, у нее мать художница. А? Теплее становится? А я уверен, что она тёмненькая была. Сто процентов. Ну, может быть русая. Ну, может быть русая, ну да. Мне казалось, что она такая вот. У нее мать художница. Мы с ней общались, она мне рассказала. Очень много рассказала, кстати говоря. Ну вот обо всём об этом. А, я только сейчас вспомнил, кстати. Год прошёл. Я здесь был с племянницей, в том числе и моей племянницей здесь приходила. Да, да, да. Мы так прекрасно время провели. Да. У нее мать художница. И я как бы спрашивал, а как вообще вот в семье художников быть? У меня она? Похожа. Но она же тёмненькая. Да нет, русая. Это русая называется, да? Ну да. Ну, мне кажется, это волос такой. Потемнее ваших, я имею в виду. Симпатичная она здесь. Она в магазине такой не была. Она прям до макияжа такая. Да, она обычно без макияжа. Ну, мне очень понравилась, вы знаете. И так она... Вы знаете, я когда спрашивал, вот каково жить в семье художников? Я говорю, люди приходят. Да, вы приходят. Ну как? То есть я был на взлёте. Она? Она нет. Черт, здесь светленькая. Что-то я совсем... Я запутался совсем. Она мне сказала, это всё обыденно, месье. Я, говорит, ничего, говорит, не ощущаю того, о чём вы говорите. Я на всю жизнь запомнил её слова. Может быть, у меня она, я даже не знаю. Вам без молока точно? Нет, без молока, да. По стране. Сахара у нас нет, есть какой-то шоколад? Нет, 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 ничего. Возьмите хоть чуть-чуть. Ну, я вас умолю. Ну, пожалуйста, только прошу. Ну, извините. Да нет. Камер нет? Да есть. Да это мелочёвка, но это тем не менее. Это просто такой амбьянс наш с вами, и всё. Я знаю, вы не сказали об этом. Шоколад у нас есть, не сахар. Нет, нет, спасибо. Спасибо. Сильву Клея. Нет, нет, нет. Ну, на меня, да, вот, а девушка не отказалась. Нет, нет, нет. Да нет, нет. Привезите, пожалуйста, я кусочек. Нет, 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 нет. Вот кусочек шоколада. Будьте добры, если изорудит вас, конечно. Посмотрите на меня. Володя, посмотри. Ну, кого вырастили? Ладно, чокнемся. Чокнемся. Бери. Тебе побольше. Побольше. Почему ей побольше? Нет. Да и без сахара всё нужно не выпить. Так эта фишка в том, что без сахара должно быть. Учите русский. А сливки есть, если что? Если вам нужно. Нет, нет, спасибо. Это мандарины в шоколаде, это морошковый шоколад, это с черникой тёмной. Ой, спасибо большое. Спасибо. Не нужно сливки, потому что нет, не надо. Нет, спасибо. И с чаем у нас так же можно пускать. Это всё для гостей. Спасибо. Это большая редкость, и мы вам очень благодарны. Может, и надеваем сейчас. Да, мы сейчас наверное сядем. Спасибо. Классно, мы всегда заходим по той простой причине, в том числе, не только по этому, но у нас прекрасно. А, это же сетевая история. Ну, у нас четыре магазина, Екатерина Волкченко. Да, 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 точно. Москва и Питер. Ну, вот недавно только мы здесь, год назад здесь и в Москве был. Год назад здесь? Ну, где-то полтора. Ну, чуть-чуть, да, полтора больше. Да, да, наверное, полтора. Да, потому что мы как раз здесь были, дважды сюда приходил. Люди были восхищены, конечно, и родственники, я имею в виду, они здесь не живут, мягко говоря, они в другом месте, и поэтому были счастливы, что я их сюда привёл. И вот... Грибочки. Да. Да. Грибочки? Да, что с грибами. Включите, если хотите. Включите, пожалуйста. Там же ягоды, они привозные оттуда, из Сибири, по-моему, да? Ну, у нас по всей стране договора с фермерами. Собирают по всей стране в уголках России. Да. И уже сублимируют, шоковые заморозки проходят, ягоды, что форму сохранят. Сейчас они всё расскажут. Угу. 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 Мы брали другой шоколад. Вот я попробовал вот этот вот. Мы брали такой, он был такой плотный, без начинки, имею в виду. Ну, там были вкрапления, были очень интересные. Много вариантов. Да. Скажите, а я путаю с грибами или нет? Есть. А, вот. Да. Да, да. Меня угощали просто, чтобы покупали здесь. Нет, это не выставка сейчас, но он есть. Да, да, да. Он такой чуть-чуть солёненький. Да, 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 да. А он хорошо сочетается, кстати говоря, с соль с шоколадом. Да, да. Мне нравится. Да, да. Я первый раз в жизни попробовал год назад. Просто кто-то не любит такое читание? Нет, 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 прекрасно. Мне очень, ну, мне понравилось тоже, да. Здравствуйте. Она тоже прекрасна, но была другая. Ну, наверное... Ну, художница, мать у неё. Вы что? Вы не спрашиваете, что ли? Я сразу спросил. Я не знаю почему. Я сразу подошёл к ней и говорю, кто ваша мать? Ну, может, не мать или... Так спокойнее есть. Если только вкусно, это полезно. Ха-ха-ха. Вот они. Челова. Простите. Доктор, а не замените. Светлый шоколад классный. Угу. Светлый шоколад классный. Угу. Они сохранят в себе минералы и витамины. Я даже не понимаю, чем они. Я не попробую. Ужа. 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 На Fauci. Увач Creating Силовую проверим моегорасти. Всего это кирид, и природа в творих руках. Идеально стаёс, ахрули, проп��이 в в России наш Куст. У cap. Как ложка, большая. Представьте, большая ложка. Живое дерево, кстати. Интересно. Да, надо спросить по поводу чая у них. Чайку попить? Да нет, мы потом туалет будем искать. Что? Наверное, надо спросить лучше. Черт, наверное да, там мусорка. Ну что ты скажешь, Оксана? Тебе хорошо сейчас? Лучше, чем в Каморе, да? Ну, почему? В общем, у одной коллеги, которая сейчас не работает, у нее дресс-дебузы? Нет, у той души она была. Либо вот, которая вам показала. Может она уволилась уже, нет? Ну, наверное, у Саши, у нее мать и шьет. Да, да. Она и шьет дизайн. Да, да, да. Саша. Саша прекрасная девушка. Молодая. Молодая. Да, молодая, да. Я подумал, что как хорошо, что когда у девушки есть какое-то содержание. Это была первая моя мысль. Никогда об этом не думала. Извините, что я вам об этом говорю. На соседней улице. Да, да. Причем она живет в центре города. Ну, в соседней улице. А вы в центре живете? Я здесь. Я в центре. А, и сюда есть дети, да? Ну, да. На Дунайске. Да, да. Товарищ живет. Да, да. Скажите, то, что касается чая. Вот. А какой такой чай? Вы же продаете чай, правильно знаете? Да, да. А то, что касается чая, как правильно сказать, он продается в каких объемах? Ну, в баночках, в таких баночках. Какая цена у этого чая? 250-300. А можно посмотреть? Да, конечно. Вы знаете, я хотел сразу спросить чай с понятным вкусом. Дегустации с чаем могу налить вам. Да мне уже неудобно так, честно говоря. Так нет, он у нас заважен специально вести уже чай. Да? Налить? Попробуйте его. Я хочу купить чай, да, если вас не затруднит. Хорошо. Вы знаете, с понятным вкусом. Коллега по вкусам. С понятным вкусом, чтобы был понятный вкус. Я хотел бы вот... Ну, ой. Сейчас коллега пока вас не делает, а я... По чаю? Да. Хорошо, спасибо. А вам налить чай? Ну, самое простое это черный чай, зеленый чай. Нет, вот какой-то понятный вкус, ну, какой-то выраженный. Ну, чтобы он не ассоциировался просто с чаем, ну, что-то такое было. Ну, чтобы он не казался и компотом, грубо говоря. Просто Иван-чай, когда просто без добавок. Просто весь зеленый чай всё равно... А там будет выраженный вкус у Иван-чая? Ну, в любом случае, потому что наши сублимированные продукты. Это что значит? Нет, сублимация это когда обезвоживание, у них аромат яркий. Сейчас, секунду. Ну, больше компонентов... Серёга, а Иван-чай, ты же пробовал или нет? Киприка, да? Да. Мои девушки сами. Нет, а если не Иван-чай, что еще возможно? Ну, черный чай, зеленый чай, травяные чай, это все... Они охота бы стоят с каким-то вкусом, типа Иван-чай. С далого, с мятый Иван-чай, с яблоком, например, ездить. Тоже, кстати, у нас интересно. С чибрецом, с цветами черёмухи, там яркие ароматы, вкус тоже различается. Сочетание черёмухи? А это что? А это что? Цветки черёмухи просто. А есть Иван-чай, где добавили цветки черёмухи? Ого! Вы же не сообразите, Иван-чай добавили цветки черёмухи. Ну, здесь как раз разный вариант. Здесь душица цветы черёмхи, это обычный, вот, с яблоком. То есть здесь везде что-то добавлено. Вот этот у меня вот Иван-чай с добавкой, да, вы сказали? А есть просто цветы черёмухи? Да, вы сказали, да? Ну, и как раз, не стоит, вам обычно вряд ли нравится. Нет, нет, спасибо. Считается, что вот цветы черёмхи, это как добавки в какой-нибудь базовый чай. Нет, черёмухи. Давайте, Иван-чай с черёмухой. Хорошо, я приобрету ванну. Всё, попробуй, вот, черёмуха, ой, это Иван-чай, вернее. Попробуй, вот, да, вот. Да, мне очень понравился. Ну, я возьму с черёмухой. Нет, да ты пейте, пейте. Вы же отказались? Нет. Вот теперь пейте. Ну, что я могу поделать? Сейчас я, сейчас я выкину стаканчик. А можно вниз закопать? Да, можно, да, спасибо большое. Сейчас. Грех жаловаться. Закопчённый двор. И мы сейчас встанем, как я обещал. И мы посмотрим, как бы, в другую. Ну, как мы будем смотреть, по-твоему. Вот, мы идём напротив. Посмотри, как здорово. Аксад, ты хотела, так сказать, проникнуться и прочувствовать вот эти прогулки, всё такое, как я гуляю, как я захожу. Вот так я захожу и гуляю. Ну, а? Да, да, да. Дверь какая богатая. Посмотри, какой эркер. Ну, что ты, ну. О, два эркера, мать честная. Третий, четвёртый, пятый. И куча снега. Ну, вот мы здесь только что были. Посмотрите. А если бы сразу зашли, то ты сказал, как было бы здорово там побывать. Мимо шли вот во дворике. Да. А ещё бы нас, если не пустили, сказали бы, а ну-ка прочь отсюда. Что вы здесь забыли? Толик, ты девочку так заболтал. Сережа говорит, она готова тебе за ширм уже отдаться. Ты ты болтаешь и болтаешь. С какой-то шермы. Шерма. 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 Вот Вова узнает это про ширму и скажет, что... Да? Два часа. Не успели, как говорится, ничего и сделать-то. Кроме как бухнуть, пиццу выпить и пару раз покурить. Надеюсь, все. И за ширмочку даже не заглянули. За дату самую, о которой Оксана мечтает. У каждого в жизни своя ширмочка. Пойми. Сука, Толик. Сука. Сука. Слышала. Сказала. Или подумала, даже не понял. Не послышалась. Слышала, да? Сука ты, Толик. Сука. Сука. Это после ширмочки, да? Сука. Ладно, Оксана, кончайте ваши шуточки. Соберитесь, мы идём на Литейный. Сука. 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 Любите вы эти дела? Я хочу сказать вам. Сука. А мы ведёмся с Серёгой с заводлями. Сука. 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 в кармане слава богу что не так много кремлевская башня мне не хочу конечно не парили это я же за ширмочкой мне чем не беспокоит чтобы оля кирочная сельвуплея учу о роскошь за каждым из этих окон стоит по одной шоколадной ванне где плечится по 2 проститутки фонарь какой смотри объемная штучка такой блин серьезные вещи хочу сказать вот сейчас мы как раз перейдем и там будет хороший вид на дворец китайцев любите в угоду времени не серьезно ходить зайти там клинику этих самых окулистов четырехглазых там наконец-то так вот-то какой литейный проспект оля-ля литейный проспект а там невский проспект на литейный двор якобы там был литейный двор солнце бомбезное и больше сказать нечего ни хера не знаю и главное дело что не хочу и знать как с этим жить черт знает ох какой о-ля-ля вот мешально неинтересно вот что там вот эти окно да вот это вот что там может быть вот в этом окне он думал забита фанеркой звезда да там то ли музей то ли что-то такое было раньше или сейчас я не помню что-то сабдепл связано да 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 вот это там с Лениным с маленьким Ильичом о-о-о Вовка опять маленький Ильич смотри Вовине скажи так маленький Ильич по запаре а ведь должен будет смотреть видео он сразу поймет о чем речь идет ты понимаешь наебать не удастся ай бля маленький Ильич как бы ни приклеенно ты что за пирожковый это пирожковый что это за прикол то такой я не могу по3 все есть надо ли встать для них или что не было сейчас я щи IP закашлял там только рище здесь не хватает вот этого так вот ты какой китае все разгадка сделано китае зумы и ясных философии и этому не главный философ то этот узко пленочный кто на из них самый главный там не конфуции ядрит мы разгадали конфликции по-русски так все а дальше я тебе здесь больше нечего смотреть пошли дальше на белинского фирма идиоты что ли здесь гулять ну тем более даже курить не будем здесь нахер эти улицы ничего такого нет особенного это это китае за построили там в честь чего-то там у них херни какой-то вы есть может так наебнуться а я сниму как раз упс а ну ладно сегодня без падений ладно ты не понял пестеля обелинского где нужно взять нет дальше сразу денисов на нагрубил и заработала вот ёпты кипецы плохо так говорить до 5 до было дело смех смехом там другая была улица ну ладно там литейный 4 кгб бывшая дедушка работал криминалистом большой дом как говорится чекисты чекизмы дать только сказал чекизмы точно узкал бы ау и дальше там дворец красивый был ну ладно пестеля вот один храм я не помню как он называется но неважно и там он 2 лапа барокко а круто да пойдет сюда оказывается это улица пестеля а не белинского ну и черт с ним я был уверен что это белинского не знаю почему там мост белинского дальше а это там дальше ну ладно там один дворик есть у него особенность в том что там фасад внутри двора сделан он таким как променадом неким сделан о ля ля неплохо неплохо а основано то видимо какая-то контора была здесь знаковые книжные петербурга нам потом мы вернемся наверно все-таки побилинского и так чувствует мое сердце ну и хорошо а это наверное все таки маховая пересекает ну ладно там красивые места есть широкий тротуар до ведешь понимаешь втроем и еще пару телепузиков справа могут пройти да 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 я на единственный кстати дешевый магазин здесь да в центре семи шагов но там до хера народу обычно с магазинами здесь плохо в центре да белинского там вон то белинского это маховая ну ладно нет Гагаринская улица, я правильно сказал, академия Штиглица, бывшая Мухинская академия, это академия Штиглица, и Мухина, она нарисовала, ну, вот этот памятник, москалей стоит, как его, этот, рабочая крестьянка, да, вот этот, серпом молотом, да, вся вся эта хернёй в руках, да, вот, но она также нарисовала ещё грани на стакан. Это она, кстати говоря, нарисовала, да, я не знал, недавно видео посмотрел, одни долбадёбов, и вот там они мне сказали об этом, вот, я не знал этого, ну, меня особенно это не интересовало никогда в жизни. Гагаринская улица, я знаю только одно, что там это роскошный ресторанчик есть, с той стороны, ну, не такой, что он роскошный, но такой, это, скажем так, интересный, вот, вот, в это здание мы сейчас зайдём, мы сейчас как раз правильно идём, мы сейчас посмотрим фасад, оценим, и внутрь зайдём. Там чистая роскошь. Другого, других слов не подобрать. А-а-а, мадемуазель какая-то, смотри, а-ля-ля, смотри её, таинственная, я бы сказал так. Ну, это правда, я не кривил души, ну, я то, что увидел, как казах, я всё-таки в Азии жил, что вижу, то пою, но там реиграю и пою. А-а-а, Гагаринская, там площадь прекрасная, и вон там есть особенный дом, и там, кстати говоря, там есть пока 0,2 секунды, не могу продолжить. Короче говоря, да, мы перейдём, там очень много сплетения улочек, как старая Европа, именно в том месте. Ну вот, дворики, дворики, улочки, улочки, понимаете, это большая река, там нет проспектов. Глянем одним глазком, как говорится. Призывно, как говорится, выглядит цвет французского шампанского, жёлтый цвет. И тем более каменная кладка. О-о-о, хорошо, как тепло. Здравствуйте. Ой, как хорошо у вас, господи, боже мой. Ой-ля-ля. Это что, столовая, что я могу парить? Супы, понимаешь? Супочка не хочется? Нет, суп нам не хочется. О, смотри, как пар идёт от сардель, давайте посмотрим. А, это котлеты. Смотри, как котлетки и от них пар идёт. Понимаешь? Это, кстати, к разговору о недавнем. Котлетки и пар. Пойдёмте, ладно, дальше. Давайте я в баню. Ну, недавно же мы обсуждали котлеты с паром. Ну, что такое-то? Ну, проникнете, я вас об одном лишь вас прошу. Так, пойдёмте нам плачать. Вот, вот, Оксан, а, постой. Иди сюда. Мы сейчас здесь перейдём, пройдём, иди сюда. Вот, посмотри. Ну, кстати, можно и не ходить. Мы здесь всё увидим. На самом деле, обрати внимание, гигантская арка и типа двор. Но во дворе всё как надо. Как какой-то фасад, да? Ну, круто же. Это очень круто. Это фактически... Ну, на Рубенштейна есть нечто похожее, но это максимально празднично выглядит, торжественно. А-а-а, посмотрите, какие эти самые лепка, какие орнаменты. О-о-о, эркер. Два балкончика присобачены справа-слева. А? На одной стороне чай, пить на другой кофе. А может наоборот. Водку и коньяк. Ну, водку там не будет, понятное дело. А-а-а, посмотрите, ангелочки там, да, над входом. Ну, это не ангелочки, это какой-то другой, но тем не менее. Да. А вот, кстати, это... Голые мужики. Я сейчас с девчим влюблении, вот, кстати, римская тематика. Да. Это... Да, да, да. Классика. Греция, Рим, тоси-боси. Все понятно. Кстати, интересный храм, очень красивый. Попробуем туда проникнуть. Или тротория, это что? А-а, тротория, это как типа пиццерия. Вот мы сейчас обязательно зайдем. О, это одна здесь, по-моему, это она, и там дальше другая. Там ангелочки, это огонь. Давайте перейдем тогда. А там... Блядь, там бегать придется. Я в церковь хочу, в церковь хочется. Понимаешь, ради Оксаны. Мне кажется, ей это очень надо. Там интересное место, кстати. Я каждый раз тоже захожу, там такая печь, открытый огонь. Нет, то ли в ботанику я заходил. Очень выигрышно, кстати, мы смотрим. Ну, нельзя, так нельзя. Друзья, так присмотритесь, ну как так? Ну, пожалуйста. Это тоже модерн, чистый модерн. Хотя вот эти колонны, эти билястры. Ну, у меня орнамент в верхней части модерн. Ну, это почти Петровская барокко. Ну, а вот Академия Штиглица. Давайте... Ты была там? Нет. А, упущение. Давайте зайдем. Соляной переулок, кстати. Вот. Чистый Милан. Времен Муссолини. Вокзал в Милане. Вот эти вот колонны. Не колонны, как это правильно называется, я не знаю. Великолепно. Любите Муссолини? Я люблю. Вон там ресторан, который мне нравился. Вон с той стороны. Интересный. Сейчас зайдем. Просто мы зайдем, там интерьер интересный. В холл. Но там, падлы, тоже денег хотят. Не стояете? Конечно, меньше, чем в Литеранской церкви. Но все равно деньги это и в Африке деньги. Тем более русские рубли. О! Посмотрите, какой орнамент какой. Слушайте, ну это, это великолепно. Перин дел вага. Черт, в таком языке написано. Непонятно. Что скажете, Оксан? Музей платный. Вот сволочи. Здравствуйте. Ну мы здесь пройдем. Просто, ну смотри, какая дверь натуральна. Смотри, резьба по дереву какая, да? Переходящий вот этот потолок. Замечательно, да? О! Здесь посмотрим, уже в музей идти не надо. Ну там, конечно, интересно. Я надеюсь на это. Пойдемте дальше. Здесь, кстати, очень много умных девушек. Очень много умных девушек здесь. Да. Это синие рисунки, как-то называется. Это фарфор, то ли дербский, то ли херебрский. Надо букву Д, я помню. И вторая буква Е. Дальше не помню. Хоть режьте меня, убивайте. Я не помню. И сегодня сказали об этом. У меня несколько таких вещиц есть. В каком-то стиле. Ай, магнит. Блин, спросить, что ли? Колечки, блядь. О, какое окно. О-ля-ля. Неплохо, черт побери. Совсем неплохо. Оксана, нравится тебе или не очень? Да? Это тебе не камора. У рибы пиццы поесть, да? На каком языке она говорит? На каком языке она сказала? На русском? Нет, я думал по-немецки. По-моему, это немецкий язык, нет? По-русски она сказала. Нет, я посмотреть, вы не заражаете. Я заходить не буду. О-о-о, какая роспись. На самом интересном месте. Ну ладно, я уже увидел. Вы имеете в виду, что записаться можно в классе, наверное? Да, мы экспромтом здесь, понимаете-ка, история. Мы не можем записаться. Но я хоть так посмотрел. Спасибо вам большое. Да вы что здесь, такая красота? Да вот. Какой экспромт? Давайте, давайте. Сколько стоит? Попробуйте. Так до пяти часов попробуем. До пяти, да? Ну и еще одна экспорция. Я пойду узнаю. А, еще экспорция. Еще через 15 минут следующая экспорция. А, вот здесь, да? Спасибо, спасибо. Пойдемте спросим. Сейчас я спрошу, спасибо. О-о-о, 900 рублей. Нет, это опечатка, наверное. Я не верю в это. Нет, 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 нет. Послушайте, я прочитал 900 рублей. Я не ошибся, бред? Нет. Это не опечатка? Нет. А-а-а, нет. Я думаю, это двойка, это девятка. Ребята, нет. Пойдем, мы не торопимся. Как быть женщиной. Мне прямо извиниться перед ней хочется. Я обнадеживаю ее почти что. Но 900 рублей, это не 200 рублей. Тем не менее. Эти не комор, не пицца комор есть. У тебя другое дело. А, ну здесь, да? А-а-а, я думал, ты опечатка. Ну нет. 900 рублей. Еще неизвестно, кстати, в литеранцевом храме 800. Один, 200? Да, блин. Толпу народу, да. Сейчас. Экскурсия. Да, пожалуйста. Какие двери, посмотри. Это все натурали. Натурали, ручки натурали. Хотя, клянусь тебе, особенно вот этот центральный. О-ля-ля, здесь не хватает фрагмента. Как быть? Что делать? Что делать? Сзади заказите. Это натурали. Натурали, я вам говорю. Что-то плохо. Она уже помчалась тебя вывозить. Это девушка, у которой ты стоимость билета спросила. Белой кофточкой. Она помчалась? Конечно. Да не пизди ты, пошли. Молодой человек. А, идите туда. Вам место в образе культуры, искусства. Вам там. Ваше место там. Она потом заметила, что Столик уже начал общаться с этой крайнейшей и отошла. Она должна налево проникнуть. Я хотел проникнуть вместе с вами. А чего, это же нормально было бы. Нет, а разве в этом нет логики? Нет. У них это, мы же все похожи, мы же как китайцы на одно лицо, мы же русские. Да. Чик-пых и все. Шмотки те же. А главное, как она... Какая разница? Да сучка она, сучка. А, сапоги, 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 блядские. Блядские сапоги меня подвели. Я там не орал, не грамма, на самом деле. Сучки. Я на тебя заметила, залетающие. Тварь, а ну, главное, это ментовской взгляд, я могу вам одно сказать. Ментовской взгляд. Я стал восхищаться, а разве не прав? Смотрите, ну, а? Что скажете? Разве это не прекрасно? Пестоли? А? Красиво, очень красиво. И там солнце? Да, конечно. Оно играет лучами, а кому-то не играет, просто подсвечено, да, играет, подсвечено, хер его знает. Не важно. Красиво. Но это божественно красиво. Это барокко, твою мать. Правильно? Не все таки, а это тоже, так сказать, неплохо. Тоже барокко. Это иеринская женщина, и иеринская солдат. Солдат, где солдат? А, солдат. Кстати. Солдаты и женщины. Мне кажется, это конец 19 века, возможно, начало 20. Ну, я полагаю, это, блядь, то ли классицизм, то ли модерн. Хер его знает. Я не знаю. Мы люди малограмотные. Да, римская. Они все вот в этом стиле, они все как бы... А, всякие руси, хуёси, да, 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 понятно. Ну, это все-таки на начало 19 века. Это все-таки конец, извините. Может, даже начало 20, хер его знает. Ну, там, как говорится, летний сад. Так, здесь вход надо отыскать нам. Это военный храм, кстати. Неплохой храм, надо зайти. Надо вход отыскать только. Вот там, то ли гастроли, ну, это мы сейчас пройдем, посмотрим на самом деле. Ну, а там падла набережная, красиво. Мойка, ядрена мать. Мойка, улица Белинского, Чихпых, все. А там летний сад. А что поделать? Я так и думал. Это тебе попалась крошка. О, Господи. Видите, прилично. Смотрите, это самое. Да и очень красивый храм, на самом деле. Очень мне нравится. Таuya,5. Домape высота. Поэтому мы поднимаемся правильно. Все. Смотрите, у нас будет ищем. ААААААААААААААА АААААААААА! И скидки. Обратите внимание, как и тени, как тени больно. Оксана, я тебя взываю, в первую очередь, обрати внимание. Вот это вот всё. Великолепно. Какие тени. Это всё натуральное, настоящее. Штукатурка, свет, солнце. Великолепно. 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 Здесь даже экспозиция есть, на самом деле. Великолепно. Тут военно-морское. Гангутское сражение 1714 года. Северная война. Мать честная. 1700 и 1725 год. Неизвестный художник, портрет Петра Первого. Это номер один. Это вот этот, наверное, да? Хорошо. А это что? Трон. Русская галера Скампавея. Это вот этот. Неизвестный художник, портрет адмирала Апраксина. Ну, Апраксина я узнаю. Как говорится, нагалирует цепями к веслам. Такие весла гигантского размера. Ты такую не поднимешь никуда в жизни. Бой при Гангаме 27 июля 1720 года. Лето. Лето оказалось непростым для России. В мае на Балтику прибыл английский флот, чтобы защитить шведов. О, знакомая история. Кто-то Англии защищает шведов вчера, а сегодня Пахлов. Так, соединение двух флотов позволяло союзникам рассчитывать на полную блокаду Балтийского моря. Ага, хер вам. Однако они ограничились патрулированием. Вот Балтики и не приближались к шхерам. Ну так, понятное дело. Да. Патрулирование. Надо теперь туда попасть как-то. А там ли вы туда идти? Ты куда хочешь? В летний сад? Там пиццы нету. И водку не наливает бесплатно. Но Вова ждет. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Что ты скажешь на этот счет? Ну хочешь в летний сад? Хочешь в летний сад или не хочешь? Говори конкретно, ясно, четко. Что, пройти по улице и в пиццерию зайти? Что я хотел еще предложить? Бухнуть и закурить. Что еще? У меня что-то изжога после нее. После этой пиццы надо запить что ли? А это там уже спас на крови. Спас на крови, он самый. Куда через леса ты зайдешь? Не через леса, там другой сад у них на самом деле. А это мост Белинского. Да хер его знает, где он там есть. Да? Я никогда не интересовался, даже не представляю, где этот пыжик-чижик. А быть может даже и чижик-пыжик. Понравился тебе храм? Военный храм, военно-морской. Интересно. Они необычные, как-то военные. Там в Георгии где-то, да? Да. А тебе, блядь, не пиццу хавать. Да. О-ля-ля-ля-ля-ля. Михайловский тот самый замок. У-у-у. Его разграблять, грабить стали сразу, как только Павла I не стало, сразу стали растаскивать. У-у-у. Я там был. Там два зала открыли. Это было событие европейской значимости. Ну, во время ковида, правда. А-а-а. 400 рублей вход, кстати, не так дорого. Там, кстати, говорят, что его, как-то привидение его дадут. А-а-а. Ну, как говорится, желательно, чтоб ходил. О-о-о, мост какой. Это по-телемоновски. Тот Белинского. Я обшибся. Виноват, как говорится. Но утки жирные все равно. Но мясо твердое у них. Это дикий зверь, так сказать. Нет, мне рассказывали. А-а-а. Дворец какой, да? О-о-о. Кстати, здесь у меня какие-то знакомые купили то ли люсер, то ли торшер. У них здесь помещение. Вот они мне объясняли. Напротив этой херни. Надо было адрес записать дураку. А-а-а. А это не здесь параховые склады раньше были? Черт тебе знает. О, набережная какая хорошая. Здесь тоже я много раз работал. И однажды я выкорил крюк старинный из двери. А-а-а. А-а-а. Как раз видим саду. Володя тебя не поймет. Володя скажет, что-то не хватает видосики. Хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Это мойка. Речка. По-финским я. Грязная река. А вот русские туристы. Хе-хе-хе-хе. 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 Хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе. Хе-хе. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. На хуя какая-то? Посмотри, там вообще... Баобаба. Стоят. это школьницу школьницу? школьницу? а ты их снимал, ёпта, я сел в школьницу Оксана, не привозь бы сказано, блядь не могу я так, не могу да никак, меня не слышно, не видно ничего да сейчас ветра нету особо, слушай, я хотя бы вижу, слышу, а так я иду как в карфангер летний сад, где ты? ооо, толстое дерево вот там красивый дворец есть да хер его знает, кто там красивый дворец мы как-то плыли на лодке, какой-то институт там был, Пушкин учился или что-то там прям такие ажурные ворота там красивые вылезли ну здесь до хрена ажурных ворот красивых да, кстати, вот мне понравилась та лодка, которую мы плыли, помните? на простой, а там лайнер проплывал фактически я думаю, неплохо было бы ощутиться на этом лайнере конечно между нами говорят, да? да ну как бы это проникнуться обстановкой ночного Петербурга во время белых ночей еще там, знаешь, вы видели такой катерок и сзади, знаешь, как кровать, что ли, помнишь? ооо, кровати мы любим парочка лежала, а такой свет, знаешь, такой парочка, тем более ну неплохо, да, 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 да это не скутер какой-нибудь, а? блин, ну вот это да, помнишь? там кровать у них, такой свет потемненный и они там вдвоем лежат ох уж эти парочки да это, конечно, амбиянт ооо, ля-ля, парочки хе-хе-хе-хе ну, мы сейчас здесь перейдем тоже и там это пара троторий, как говорится уна дуэ дуэ тротория ааа, яндекс ааа, газани, газани, сделан нам приятно ааа, газани, газани, сделан нам приятно Нобелинского мать честная совсем запутался я кстати говоря, тут ресторан, наверное, Нобелинского а не здесь но, мы зайдем на пестоле а что делать? что делать? мы, так сказать, не в силах противостоять нашим желаниям так, по-богатому это Леклэд Леклэд какой-то Леклэд фуэт непонятно, что это посетить угорную вот сомнительное ааа, почему же сомнительное хе-хе-хе не знаю, не знаю сейчас мы, как-то, все узнаем что это хе-хе-хе-хе ооо, ля-ля, подождите глянем одним глазком частная территория звучит прекрасно частная территория как это классно здесь жил один немец я у него работал и я ему продал два ресивера с порнухой он был так рад я ему говорю брат, говори спокойно ты в Петербурге в городе свободы я говорю говорит все, что тебе нравится я говорю почему у вас в Германии много черножопых живет он мне объяснил почему аааа познаю оксана ля-ля-ля-ля обрати внимание вот этот номер а маленькое окошко лежачее окно другой этаж да здесь какой-то хереркер хереркер я не знаю что это такое даже понимаешь что происходит аааа и там еще продолжение банкета ну ладно отель кстати импортный синтезатор ха-ха не помнишь Денис еще Паша там помнишь мы такой музицировал да Паша Денис Гратино импортный синтезатор нет бунтари отель отель бунтари да интересно ха-ха-ха импортный синтезатор песня они ехали где-то в востокусе там когда мужик после этого Паша будет поехали ко мне у меня говорит дома есть старенький импортный синтезатор Денис потом эту тему постоянно да я не помню звучит хорошо я прям в стиле да Паша да старенький импортный синтезатор у меня есть старенький импортный синтезатор ха-ха-ха-ха охренеть какой колпачок да что там а это штиглица штиглицы да что там у них они охренели что там круто просто круто цена вопроса 900 рублей все узнаем ну а меня что останавливает заплатить 900 рублей ни хера не узнаешь понимаешь мозги закурочат другими историями какими-то а я то шел не за этим понимаешь как чай продадут я брал чай этот Иван чай с этим сам как его гастроли хреноли там этот ай блядь не это по-моему не здесь здравствуйте нет мы ошиблись ну ладно это не не дальше напротив извините да да извините обшипся я месье а шаман такой да хуй его знает ресторан какой-то я просто сказал что я обшипся ну я снял как бы сам атмосферу там мужик здесь жил оооо какие колонны смотри орнамент маскароны ооо ну неплохо неплохо совершенно вот здесь жил немец я ему сказал брат ничего не бойся ты не в Европе ты в России скажи мне как есть зачем тебе порнушные ресиверы он сказал это веселые картинки ааа кафе ботаника так вот ты какое кафе ботаника два 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 ресивера купил птенечек мой оксан неплохой двор кстати тоже но он раньше проходной туда насквозь можно было пройти там решеток не было на эту на набережную здесь можно было выйти заварили все сорок пятый год какие завитки барочное здание все по умолу там правда а сталинский ампир мотиву за ногу академия штиглица шаверма ну что ж да это конечно я думал что это могут вдруг это ресторан где там открытый огонек пицца поси-боси пятое десятое ни хера ну ладно там кстати в магазине есть туалет хочется в туалет или нет а хорошо не зря гуляли саверна а вот это здание да вот этой аркой гигантской а хорошо как а помойка это замечательно есть куда мусор выкинуть какие баки солидные они что углубление туда вниз на самом деле прекрасно прекрасно да а был вот здесь сейчас был этот самый магазин антиквардный сейчас он закрыт уже на углу прямо вот это вот все где жалюзи а улица это не гагаринская другая как называется да хер его знать как она называется ладога фирменная торговля ладога вообще ладога это водка ладога да а все как я знаю ну то заходить не будем ладога ну да красота светящиеся шары а о вот это да о шары светятся декор еще да никто не убирал кстати говоря конец февраля прошу заметить Ну, еще календарная зима, так сказать, никто не обязывает. О, какой дворик. Если мне Оксана обзошел туда, ну ладно. Оксана писать хочет? Пойдемте. О, чемоданы такие. Чемоданы, чемоданы. Дембельские. Голубой слон. Прекрасно. Это, кстати... А, какой? На Мерседесе. Это Мерседес. Это винтажная ручная работа здесь. Если бы не Оксана, мы бы сейчас зашли бы туда. Но ничего. Мы потерпим. Это Маховая. 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 Ветер стих. Ветер стих. Хорошо с другой стороны. Ветер стих. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот, черт возьми... Вот это, да? Такой эркер, да? Черт возьми... Вот в таком домике, да, жить? Понятно, шумно, грязно, это понятно... Вот это коммуналочка... О, вон там, да, неплохо... А балкон... О, прекрасен... Балкон... О, угловой... Часть здания угловая, да... Здесь наверняка от валют есть... Ну, надо зайти, Оксана... Заводимай... Уже мне вход... Так, кофе закажи... Так, а где ценник? Ну, до магазина пойдем? Ты еще потерпишь? Да, конечно... Ну, смотри... Голову не морочным... Так, кофе... Так, кофе...